Всем привет! С вами Никита Брулевич. И это финальная, седьмая часть видеоролика о Фридрихе. И это полный PLL. Кто не знает, PLL это последний, третий этап сборки кубика Рубика, где у нас уже собраны два слоя и шапка, собраны в прошлых этапах. И нам нужно расставить элементы верхнего слоя правильно. Ну, шапка собрана уже. И одной из двадцати одной формул мы решаем это. И в этом видео я вам покажу все двадцать одну формулу. Я не обещаю, что они будут легкими. Некоторые простые, некоторые прям совсем нелогичные. Но я покажу вам их всех, а учить их всех или не учить, это уже решать вам. В прошлом видео, это была шестая часть прошлая, это седьмая. Так вот, в прошлой части я вам показал восемь ситуаций, с помощью которых вы сможете легко решать PLL. То есть, три основных, одна просто простая и четыре, на которые вы выходите. В общем, три вспомогательных легких и четыре основных, вот так. А сегодня я покажу все. Порядок вначале будет тот же самый, а потом новая ситуация будет. И я предлагаю уже начинать. Всё-таки немножко порядок поменяется, но ладно. Начинать предлагаю вот с такой ситуацией. Как она распознаётся? Тут у нас палка тройная, тут две штучки, тут две и тут две. Тут противоположных цветов. Как решается, что это вообще за ситуация? Это лямбда или J-perm? Правый. Правая лямбда. Как решается, мы берём эту палку, чтобы она смотрела влево, и делаем R-U-R', F', Pif-Paf, R-F, R-2, U', R'. Очень быстро решается, и я её запомнил очень быстро. И сразу аналогичная ситуация. Это уже левая лямбда. Палка, ну тут не важно, хоть цветы, а главное тройная палка. Ту-два, ту-два и ту-два Как решать? Берём так, чтобы синим, ну не синим, а тройной палкой Может она так будет, может так Ну в общем, чтобы она была справа Посмотрела вправо и делаем L'U'L Front Левый пиф-паф L'F'L2U'L Тоже быстрая формула Ну тут её даже запоминать мне кажется нечего То же самое, что и правая, только абсолютно зеркальная Дальше идёт Т-ПЕРМ Всем известная буква Т Но не О-Л-Буква Т, а Т-Л-Буква Т И схожесть этих двух букв Т в том, что они обе простые Смотрим, как распознаётся, легко Тут глазки И противоположный цвет Тут двойная палка Тут двойная палка противоположного цвета Это могло бы с любым цветом Я показываю ситуации На примере одной Потому что тут могли быть, например, синий глазки и зелёный элемент Или зелёный глазки и синий элемент Тут по бокам оранжевый и красный Это как получится Но всё это решается одинаково Смотрим Чтобы Посмотрели, уже разобрались Делаем так, чтобы глазки смотрели влево И делаем Пиф-паф Р-штрих Ф Р-два Ю-штрих Р-штрих Ю-штрих Р-ю Р-штрих Ф-штрих Очень быстро, как по мне, решается И ситуация сама по себе легко запоминается Четвёртая ситуация Копьё Как распознаётся Тут палочка двойная Тут двойная И тут угол И угол Противоположный с этим цветом Противоположный с этим Там уже не важно, что Берём Вот так И делаем Фронт Р-ю-штрих Р-штрих Ю-штрих Р-ю Р-штрих Ф-штрих Так же, как заканчивается это первым И от нас Т О-л-л-н-е О-л-л-н-е Делаем Пиф-паф Слэш-хэмер Очень лёгкий алгоритм Дальше тут 4 основных ситуации С прошлого ролика Это Первый треугольник сторон Или Ю-перм Так А копьё было У-перм У-перм Так Как решается треугольник сторон, или U-perm? Сначала как распознаётся. Правый распознаётся так, ну или первый, как можно назвать. Этот элемент должен идти сюда, этот сюда, этот сюда, против часовой стрелки. Берём средний из них, ну один собран, и делаем R, U', R, U', R, U', R', U', R2. Очень быстрый. И второй треугольник сторон, шестая ситуация. Также, одно тут собрано, нужно поменять три ребра. Только теперь это сюда, это сюда, это сюда. Можно, конечно, в таком случае прокрутить первую формулу два раза, но проще выучить другую, она лёгкая. Почти со стрелкой меняются. Берём средний из них, и крутим. R2, U, R, U', R', U', R', U', R', U', R', U', R', U', R'. Тоже очень быстро. Седьмая ситуация. H-perm, или H-perm. Тоже реберная, ребра нужно менять, но только тут же четыре нужно поменять. И менять нужно синий с зелёным, оранжевый с красным. И противоположный, в общем. Берём, неважно с какой стороны, но лучше брать так, чтобы углы были на своих местах, и тогда не придётся делать до ворота потом. Делаем. M2, U, M2, U2, M2, U, M2. Очень быстро. И восьмая ситуация, последняя из которых, из тех, которые я показывал в прошлом ролике, она уже потяжелее немножко. Это Z-perm саночки. Нужно поменять эти два ребра, и эти два ребра. Мы можем говорить по-другому, например, оранжево-синим, и зелёное с красным. Либо так, либо так. Ну, в общем, мы берём так, чтобы один, который нужно поменять здесь, был второй здесь. То есть не вот так, либо вот так, либо вот так, неважно. И делаем. Формула похожая. M2, U, M2, U, M, это штрих. Z2, M2, Z2, M' Ну, и до ворот. Кстати, мы взяли по-другому немножко. Ну, ладно. И, в общем, всё собирается. Это были все ситуации, которые я знал, кроме одной. То есть я знал вот эти восемь. Ну, еще какую-то, но я не так уж и помню. Но я знал ещё вот эту девятую, но я её решил в прошлом ролике не показывать. Как она определяется? Очень просто. Это A-perm, или по-другому треугольник углов. Очень легко распознаётся. Нам как будто бы нужно поменять три угла, остальное всё на своих местах. То есть этот, этот и этот. Но есть их два треугольника сторон, и я знаю именно этот. Где этот угол, то есть вот этот собранный, берём так. Этот должен идти сюда, этот сюда, этот сюда. Обычную формулу из 3 на 3 вот такую вот мы не прокрутим. Потому что у нас разберётся жёлтый цвет. Что мы делаем? Мы берём изначально вот так. Так, чтобы этот был собранный. И делаем. R, U' R, D2, R' U, R, D2, R2. И десятая ситуация тоже треугольник сторон, тоже A-perm. Нужно поменять этот сюда, этот сюда, этот сюда. Берём вот так вот, уже по-другому, чтобы собранный был здесь. И делаем. L' U, R' D2, R, U' R' D2, R2. И у нас кубик уже собирается. Одиннадцатая ситуация называется параллельный перенос, или F-perm. Как обозначается, распознаётся. Тут у нас палка. А больше ничего. Просто тройная палка. И я вам в начале видео говорил, что некоторые ситуации вообще никак нельзя запомнить. То есть никак вы их не запомните. И это можно, мне кажется, вам даже не показывать. Но раз я видео покажу всю ситуацию, я вам покажу. Вы сейчас посмотрите, просто подумайте вообще, как, кто это вообще запомнил, кто это знает. Берём палкой влево. А нам фактически нужно поменять эти два и эти два. У нас всё соберётся. Поэтому параллельный перенос. И поэтому F. То есть как ситуация, они вообще, ну эти A-perm даётся, там V-perm, H-perm. Смотрится, куда меняются. То есть вот эти два, эти два и вот это. И поэтому и F-perm. Чего-то на букву F похоже. Т-perm, потому что нужно поменять было эти два и эти два. Ну, в общем, ладно. Ну вот посмотрите на это просто. Это не запоминается. Ну вот никак. Так, двенадцатая ситуация, называется летающая тарелка или V-perm. Нам нужно поменять два этих угла и два этих ребра. То есть вот так. И, наверное, поэтому и V-perm, потому что на букву V как-то похоже. Кстати, на W больше похоже. Ну ладно. Как ещё обозначается, распознаётся. Тут у нас есть блок. А этот угол на своём месте стоит. Но если эти на своём месте, то и угол на своём месте. Берём вот так. И это ещё одна формула, которую тяжело запомнить. R' U R' U' Тяжёлая штука. В 13-14 ситуации они похожи. Ну, даже из одной серии. И они, мне кажется, чаще всего выпадают. Вот серьёзно, прям чаще всего. Это семёрки или R-perm? Как распознаются? Тут глаза и тут блок. Это 13-я ситуация, первый R-perm. Больше ничего тут нет. И как тут нужно что-то поменять? Если так взять, то нам нужно поменять эти два угла и эти два ребра. Берём, ну, как обычно, глазами влево. И делаем R, U, R' F', R' U' 2 R' U' 2 R' R штрих, F, R, U, R, U2, R штрих. И у нас собирается. И четырнадцатая ситуация, это другой арперм. Тут глаза, тут, ну, тоже блок. Остальное ничего. Поменять нам нужно вот эти два и вот эти два. Да, вот так, чтобы смотреть на семерку, похоже чем-то. Берём на себя глазами, на этот раз уже, и делаем R штрих, U2, R, U2, R штрих, F, R, U, R штрих, U штрих, R штрих, F штрих, R, 2. И по ситуации доворота. Вообще, формула в этапе PLL, это, наверное, самая тяжёлая за весь Фридрих. Потому что некоторые формулы, там настолько непонятные. Даже не некоторые, там понятных, может, штук 10, а непонятных 11, больше половины. Поэтому, это, наверное, самый тяжёлый этап, если решать не упрощённым, а полным. И вот про такие ситуации я как раз говорю, как пятнадцатая. Это Е1 или терминатор. Как она обозначается? Тем, что у нас нет абсолютно ничего. Глазок у нас нет. Палок у нас нет, у нас нет ничего. Тут только противоположные цвета. И ребра стоят на своих местах. Так, нужно поменять два угла. Так, два угла и два угла. Берём. Ну, как мы берём? А, я вспомнил. Мы берём ещё, ещё и берём мы по-китайски. Жёлтым на себя. И делаем. Формула не из лёгких. Потому что есть движение D, потому что перехват, и потому что много одинаковых букв. Шестнадцатая и семнадцатая ситуация также в одной паре. Это буквы Х или Энпермы. То есть нам нужно поменять эти два и эти два. То есть вот так. Можно сказать. Эти два и эти вот так. Неважно, с какой стороны брать. Я вообще это решал двумя лямбами, потому что оно очень похоже. Но решается это по-другому. Берём с любой стороны, как уже сказал, и делаем R, U, R', U, R', F', R, U, R', U', R', F', F', R', U', R', U', R', U', R', U', R', R'. Долго. Очень долго. То же самое, только левая. Это уже семнадцатая формула с двадцати одной. Везде по два у нас. Везде по два. Неважно, с какой стороны брать. И делаем. Так. А что мы делаем? Мы делаем R', на удивление, не L, а R', U, R', U', R', F', R', U', R', 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 R' R', R', R' R', R' R'. R'. Что-то тяжеловато прям вообще. И последнее, это уже группа, единственная группа ситуаций, это восьмёрки или джипермы. Их четыре всего, и это один из них. Всё, это я вам не советую учить, прям, не знаю. Мне проще вот с такого положения прокрутить лямбду и потом H-перм. Но, всё-таки, если вы хотите учить, учите. У нас есть глазки, глазки с противоположным цветом. И тут двойной блок. Так что, вот, посмотрите внимательно. Фух, как берём? Берём, чтобы глазки смотрели назад, а у нас был синий блок. Ну, не синий, а просто двойной блок. И делаем R2, F-штрих, R, U, R, U-штрих, R-штрих, F-штрих ещё раз. R, U2, R-штрих, U2, R-штрих, F2, R2. Я это не знаю, как запомнить. Девятнадцатая ситуация, это вот такой монстр. Да, именно монстр. Вот глаза, два глаза. И тут палочка синяя. Но, с другой стороны, вроде ничего. Но, вот, в основных я вам показывал, как нужно поменять. А теперь тут, посмотрите, как нужно менять. Тут нужно этот угол с этим менять. И этим, а этот вот сюда. И рёбра нужно поменять. Этот сюда, этот сюда, а этот сюда. То есть, там, если стрелка рисовать, это вообще будет каша. Что делаем? Мы берём глазки. Правую сторону. Так, тут смежные цвета. Тут тоже смежные цвета. В правую сторону, чтобы глазки смотрели. И делаем R2, F2, R, U2, R, U2, R-штрих, F, R, U, R-штрих, U-штрих, R-штрих. Так, R-штрих, F, R-2. Ну, и доворот. Просто набор букв. Двадцатая, предпоследняя ситуация, тоже восьмёрка или тоже GPR. Но она распознаётся попроще. Тут глаза, тут противоположный цвет. И блок у нас же не тут, а вот здесь. Двойной блок, и тут противоположный цвет. Берём глазами назад, чтобы туда смотрели. И делаем F-штрих, U-штрих, F. Странное начало. R-2, U-V. Первый раз мы это используем, честно говорю. U-V. И я первый раз такое использую в 3-3. R-штрих, U, R, U-штрих, R, U-штрих, R-2. Я использовал движение U-V только когда тысячу подписчиков выполнял задание. И мне Штербин загадал только с помощью R-V, U-V, L-V собирать кубик. Больше это нигде не использовал. И мы набрались до последнего алгоритма в этом видео. И последнего алгоритма на всю эту серию обучалок. На все 7 видео. Последняя восьмёрка. Тут у нас глаза. Тут смежный цвет. Ну то есть оранжевый, зелёный. Друг к другу они отношения не имеют, только рядом тут стоят. Потом тут красный блок и тут тоже смежный цвет. Там уже неважно. Что мы делаем? R-2, снова U-V. R-штрих, U. R-штрих, U-штрих. R-U-E-штрих. R-2. R-F-штрих, U-F. И мы собрали. Я говорил, что самое сложное по съёмкам была, наверное, пятая часть полной ОЛЛ или третья часть полной ФТОЛ. Но вот это, мне кажется, всё равно на уровне с теми частями. Потому что тут я формулы неправильно прокручивал больше раз, чем, наверное, в части с полным ОЛЛ. Где в части с полным ОЛЛ я показывал 57 ситуаций. Тут только 21. Я тут много путался. Много начинал не с той стороны. Потому что алгоритмы тут реально тяжёлые. Я их всех не знаю, я честно говорю. И, например, восьмёрки я учить так и не буду. Я их не собираюсь учить. Я лучше буду некоторые формулы через упрощённые крутить. И всё равно это выйдет быстрее. Потому что такие формулы, U-V, что такое U-V, D, это всё довольно долгие движения. Часто поворачивать F тоже долго. Ну что ж, в принципе, надеюсь, у вас получилось. Пишите в комментариях, смогли ли вы выучить все эти алгоритмы. Понравились ли вам все эти части. Я старался специально для вас. Я очень много, ну, трудился, можно сказать, снимал. Монтировал тоже довольно долго. Особенно ОЛЛ часть. Полную ОЛЛ. И, в общем-то, я сделал всё как можно понятнее. Если что-то непонятно, по какой-то из этих частей спрашивайте в комментариях. Я обязательно вам объясню. По этой части непонятно, но тоже объясню. Также, если под видео «Вероятность выпадения ОЛЛ ситуации с 1000 сборок», которые сейчас вы видите на экране, наберется 40 лайков, я выпущу вероятность выпадения ПЛЛ ситуации за 500 сборок. И расскажу вам, какая из ПЛЛ ситуации попадает чаще, какая реже, какую стоит учить, какую нет. Потому что в ОЛЛ ситуациях разбег был очень большой. Одна ситуация 5 раз выпала, другая 28. А в среднем должно было быть 17. Интересно? Посмотрите ролик, который сейчас на экране у вас. Всем спасибо. Эта серия закончена. Может, будет дополнительное видео про вероятность выпадения ПЛЛ ситуации. Если вы захотите этого и поставите лайк. А так, всем спасибо за просмотр. Скоро будут другие обучалки. Всем пока.